Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как справиться с подавлением в вашей жизни. Многие люди замечают, что когда, бывает, пообщаешься с каким-то человеком, то состояние ухудшается, начинаешь совершать ошибки, а зачастую и болеть. И вот таких людей можно назвать подавляющими личностями. Почему я так говорю об этом? Потому что подавление – это вполне конкретные действия. Эти люди говорят часто широкими обобщениями, они скрывают правду и часто лгут. Они не называют источник информации и часто говорят «О, все так говорят», выдавая свое мнение за мнение всех. Они очень негативно относятся к собственности, часто не считая с ней, могут разрушать чужие вещи и чужие мнения. Есть еще множество характеристик, всего их 15, которые характеризуют подавляющую личность. И очень важно таких людей знать и, конечно же, отсеивать из своего окружения. Потому что, ну, когда вы общаетесь с таким человеком, во-первых, ничего хорошего вы не получите, кроме критики и негатива. А во-вторых, что это повлияет на вас, что состояние ухудшится и, соответственно, потом не будет желания действовать так же открыто и с такой же энергией, как вы действовали до этого. Поэтому наблюдайте за собой и за своими ощущениями и за тем, кто находится рядом с вами. А социального человека, конечно же, отличить тоже можно по этим 15 характеристикам, только противоположным. Он говорит правду, он передает хорошие новости, он называет источник информации, он относится к собственности положительно. То есть он понимает, что нельзя разрушать чужие вещи или брать что-то без спроса. Важно уточнить, узнать, можно ли это взять. То есть социальный человек, он строит позитивное мировоззрение, он создает пространство вокруг себя гармонично. И даже если он в какой-то момент может выйти из себя по причине какого-то, к примеру, негативного состояния, то он потом восстанавливает его и вновь возвращается в хорошее состояние и действует снова осознанно, решительно, правильно. Что происходит на самом деле с человеком, который ведет себя подавляюще? Он просто перепутал ориентиры, он застрял в какой-то ситуации в своей уме, там, где его жестоко подавили. И теперь он считает, что другие люди, которые вокруг него, такие же подавители, которые там в его картинке. То есть он настолько там застрял, что ему очень сложно оттуда выбраться. И поэтому он воспринимает мир вокруг себя через призму, через интерпретацию вот этого подавляющего воздействия, которое произошло с ним самим. Кстати, это очень интересно показано в фильме «Алиса». Вот есть такие два фильма «Алиса в Зазеркалье» или «В стране чудес». И вот как раз второй фильм раскрывает, как, вот что произошло, почему, вот скажем так, герцогиня стала вести себя, ну, скажем, неадекватно нападать над людей, рубить им головы, просто потому что с ней в прошлом поступили несправедливо. И вот бывает такое, что возвращаясь в прошлое, там, кстати, это вот тоже очень показано момент времени, да, как время возвращается в прошлое и помогает этот случай, когда с ней поступили несправедливо, перепрожить. И вот в результате перепроживания наступает чудесное исцеление, то есть она перестает вести себя таким вот образом, то есть грубо, неадекватно, с вызовом. Почему? Потому что она, ну, скажем так, вновь перепрожила это, и она убрала оттуда вот этот негативный заряд, внимание ее оттуда вышло, и теперь она не живет прошлым, она не живет этим случаем снова, не проживает его снова и снова. Она его перепрожила, и все, и она вернулась в настоящее время, и она смогла это принять, и у ней произошло переосознание, то есть новое понимание о том, что теперь нет необходимости нападать на людей, там, рубить им головы или как-то негативно к ним относиться. Теперь она может воспринимать людей такими, какие они есть, и воспринимать, ну, в данном случае, если говорить о фильме, свою сестру такой, какая она есть, потому что там инцидент был именно связан с ее сестрой. И так же происходит с людьми, очень много негативного заряда накапливается, и потом человек просто не живет в настоящем, а живет вот этими моментами прошлого. И когда кто-то подходит к нему, бывает такое, что этот человек напоминает ему подавляющую личность, которая плохо обошлась с ним в прошлом, и он может ошибочно воспринять социального человека за антисоциального, когда он совершает какие-то похожие действия. Но это тоже важно распознавать. Поэтому, когда вы распознаете, когда вы понимаете, кто социален, а кто антисоциален, то вы не устроите охоту на ведьмы, не будете убивать социальных людей или садить их в тюрьму, а вы будете именно относиться к антисоциальным людям, ну, как скажем, не с ненавистью, а просто понимая, что они такие, и что они в таком состоянии, и им самим нужна помощь. Таких людей на самом деле не так уж и много. Это всего лишь 2,5% примерно от общего числа людей. Поэтому, когда нам говорят, что большинство людей плохие, не верьте этому. Большинство людей социальны, они просто запуганы этой информацией о том, что вокруг все плохо, насилие, войны и так далее, и они думают, что так и есть на самом деле. Потому что средством массовой дезинформации важно внушать страх и ложь людям. Важно держать их в напряжении, важно держать их в том, чтобы они хотели, ну, скажем так, не контактировать со своим братом, человеком, а нападать на него. Поэтому нам на самом деле не нужны в том понимании армия, полиция, тюрьмы и так далее. Нам важно понять, что мы в своей основе хорошие, и даже если кто-то ведет себя неосознанно, неправильно, нехорошо, антисоциально, то этому человеку важна коррекция, исправление, а не наказание. Наказание не работает. И вот я предоставляю курс, который как раз помогает человеку распознавать социальных личностей и антисоциальных, и понять, кто твой друг, а с кем лучше в данный момент не общаться. Этот курс в течение недели поможет вам научиться, научиться действительно применять ключевые знания. И эти знания помогут вам в жизни, когда вы сможете по-настоящему выбирать своих друзей, и вы сможете отличать по критериям, кто социален, а кто антисоциален, и будете выбирать себе социальных людей для своего круга общения и вместе строить проекты. Кому информация эта интересна, хотите узнать больше, то вы можете написать мне в личные сообщения в Viber, он указан в моем профиле, и, конечно, будет указан под этим видео. И можете написать мне и получить бесплатную консультацию. Я расскажу подробнее о том, как можно научиться распознавать социальных и антисоциальных личностей, и как можно улучшить ваше состояние, чтобы вы не попадали в состояние подавленности. На этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья, гармонии. Конечно, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Ставьте отметку «Нравится», если видео вам понравилось. Ну и поделитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, что им тоже будет интересно узнать эту новую интересную информацию. Счастья, гармонии, и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok